Всем привет! Сегодня 2 мая 22 года, Харьков. Это перед нами, вот таким общим планом, нежир называется сорт белый. Белые светлые плоды на нем бывают. Я хочу показать вам, вот она. Вот так может будет лучше видно. Это корни пускает. Вот дед прикалывается, делает или капельный полив, или вот так просто берет кисточку и смачивает стволик. И оно пускает по стволику, вот здесь где я буду мазать, пустит корни. Ну а здесь уже когда большое, то приходится так вот, его подпитывать влагой. Причем приходится каждый день, извините. Но сейчас начинается жара и корни, видите, уже начинают, вот они, подсыхать. Вот такие вот подсыхать, это плохо. Поэтому мы сейчас его срежем и пересадим. Срезать будем даже вот это вот пониже. Вот так вот, чтобы раз. Вот так вот, чтобы вы видели, я поставлю камеру. Мне будет удобно работать с двумя руками. Вот так вот, аккуратно. Я думаю, видно будет. Ну теперь смотрите. Вот где основная часть корней была, я оставляю. А вот это все, все вот так вот, видите, две почки. Даже можно оставить один листик вот так вот. О! А вот это вот черенок, теперь я посажу. А с этого плохо укореняется и все. Сажать будем вот такую вот вырезанную баклажку. Это полтора до полтора литра сделанные отверстия и двойная стенка. Вот с этой же баклажки можно вырезать половину, ставить сюда. Вот. И теперь будем садить. Садить, да. Я готовлю огородную землю. Так, наверное, надо показать вам. Потому что так на пальцах, когда показываешь, оно лучше видно. Вот оно. Я беру огородную землю, добавляю туда листовой перегной, вот так вот. И добавляю песок. Для такого растения, как инжир, когда корни воздушные, надо добавить песок. Зачем песок? Чтобы корни будут обволакивать песок. И оно тогда будет легче корням. Воздуха не будет между корнями. Сразу пойдет процесс расти. Так. Ну, пока все. Берем баклажку нашу. И вот так вот. Приходится одной рукой держать. Одной рукой. Так. О, теперь я расширяю там пальцами, чтобы оно держалось. Теперь можно садить наш черенок. Смотрите, аккуратненько я опускаю. И, что делаю? Песочком. Засыпаю песочком. Корни. О! А теперь можно и листовой наш перегной с огородной землей. Поправим его. Вот так вот. И сейчас я подниму сюда. Однорукий дед попался вам сегодня. Вот так вот он будет выглядеть. И обязательно бирка. Так. Читаем нашу бирку. Вот. Белый. Чтобы не ошибиться. И осталось нам что полить. Обязательно полить. Теперь вода будет осаждаться вниз. И корни будут песок наш обволакивать. И растение пойдет в рост. Как-то так. А вот это вот белый. Посмотрите, сколько здесь вот у меня листьев. Я обрезаю. Лишнее надо на инжире. Не потянет он много. Ну, еще что-то можно сделать с него. Смотрите, вот эти все молодые побеги. Они не нужны. Как на смородине. Смородины тоже обрезают каждый год хорошо. Почему? Ну, оставляют 3 взрослых. Трехлетних, четырехлетних. А это все вот мелочь. Я сейчас ее, видите, вот мелкая вот растет. Ну, не надо. Да и вот это вот загущает. Я ее тоже вот так вот уберу. Ну, кому надо, на укоренение я могу отдавать. Бесплатно. Оно мне дороже обойдется. Доставка к новой почте. И еще вам придется заплатить за новую почту. Так. Эта палка тоже нам не надо. Мачта такая. Вот смотрите, сколько я его. Так, вот это вот слабенький. Тоже его удалить. Этот в середине лезет. Тоже его удалить. Видите, даже тут оно с корнями. Раздаю такие. И вот с корнями. Видите, вот. Они пускают корни сразу. Так, этот удалить. Вот это вот сухой дрючок. Тоже его можно обрезать. Видите. Ну, жалко, конечно. Жалко резать. Но потом растению легче будет. Так, что нам осталось. Этот пускай в середине. Вот этот вниз смотрит. Убрать его. Вот эта длинная наперекос пошла. Можем тоже убрать ее. Вот так вот. Обрезаем. Да. И здесь вот. И теперь ему света хватит. Вот видите, сколько стало. Ну, вот это вот можно с корнями. Видите, вот корни там движется она. Ее можно выкопать. Вот это вот лучше обрезать. Так. Все. Пока достаточно. Ну, можно укоротить еще вот эти вот верхушки. Поубирать их. Как-то так будет. Спасибо, что заходили. Смотрели. Так. Не забыть. Бирку подписать. Обязательно. С алюминиевым. Я царапаю. Ножницами вот так вот. Просто беру и царапаю, пишу дату, когда я ее сделал. И имя. Потому что имя сейчас важно. Пока. До новых встреч.